Я пришел по делу рассказать людям о великом законе Божьем, что ждет прелюбодеев, раздетых здесь, садом устроили. Ты что тут делаешь? Какую бабу ждешь? Вонючку. Хорошее тебе не будет говорить, сейчас ругаться начнешь. Мы пришли сюда, в садом, в эту тьму, чтобы рассказать людям, что ждет за этот блуд, который здесь творится. Так мы уже читали Библию, дедушка. Мы уже знаем, в чем дело. Мы знаем, что Библия есть. Ее можно купить сегодня в любом храме. И что интересно, то все пьют. Я говорю, а зачем пьете? Я говорю, нигде не пьют. Я вот вел занятия в пяти университетах. Пара часов, за два часа. Я не позволил на кафедру поставить воду никогда. Зачем? Это неприлично. Да у меня чай. Я вообще говорю. Пытается блудный огонь зажечь, потушить. И который будет за это? Сейчас рулетка – это место садомское. Так вы что-то всегда находитесь. А мы сюда пришли, как врачи для больных, принесли слово Божие. Женщинам, мужчинам сказать. Я считаю, что диагноз неблагоприятный у ваших. Половина голые мужики. Процентов 90 мусульмане. Ну, я не вижу так часто слов от мужиков. Слава Богу. Я здесь не один день. Понятно? Я уже четыре месяца здесь. И мы встретили... Вот, допустим, чтобы поговорить, это примерно один из 150. А, вот так. Да, не. Листать будешь долго. Можно вообще выключать тогда. Да. Ну, ладно. Желаю вам удачи, хорошего. Всего хорошего. Вы можете... Так, мы пришли сюда, чтобы людям возвестить великую радость. Что Иисус Христос умер за нас и воскрес, дабы жили для Бога, принесли покаяние. Господь дивен в делах своих. Ждет до времени. Ибо всему придет конец. И будет суд Божий. Туда ни один пьяница, ни один блудник, ни один сквернослов не войдет. Они только туда пойдут. А мы куда пойдем? А вот, чтобы мы туда не пошли, надо поверить в Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи. И попросить прощения у Него. И Господь говорит, я прощу любой грех. Но ты обещай никогда напрежней не возвращаться, как свинья в грязь. Как пес на свою блевотину. Молодец. Я вас уважаю. Так, вот если у вас есть желание узнать больше, вы можете взять мои данные и зайти на наши ресурсы, которым нет равных в интернете. Запишите два слова. Давайте. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А вы запишите их, вы их забудете. Я не забуду. Забудете, я вам стопроцентная гарантия. И уже это было. Запишите. Это нетрудно два слова написать. Игнатий Лапкин. Я запомнил. Запомнил я уже. Не запомните. Вы если в скайпе зайдете, зарядите Игнатий Лапкин, я один. С этой именем. Но если напишите канал в Ютубе... Такое имя сложно забыть. Да вот, его легко и забыть. Теперь, если вы пожелаете на наш Ютуб зайти, Ютуб написать канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы зайдете. Это огромный-огромный ресурс. У меня 17 800 роликов. 43 миллиона... 43 тысячи подписчиков сколько у вас? 43 тысячи 600. 43 тысячи подписчиков? Да, и просмотров 43 миллиона. Вам интересно будет, как мы строим православные... Нет, это видео у вас-то вообще про что? Вот так вот. Как? Видео про что вообще у вас-то? Все наше. Мы строим православную деревню. Как это все начиналось. Как я веду занятия в университетах. Как у нас... Вот у меня вышло 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. И Бог положил мне на сердце подарить это в бедные библиотеки. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. 650 городов посетили, районных центров. И сделали подарок на 35 миллионов. Подарок. Это все интересно. Везде остановки, выступления 650. Я насчитал 60 книг. Теперь они файлами выставляются. Сейчас файлами выставляются мои ответы студентам. Студентам. 4124 ответа. И при том они 55 папок. Отдельно вера, семья, работа. Можно спросить, как на ютюбе канал называют вас? Во свете Библии. Вот. Библия. А это в ее свете. Как отцом. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да, это же, да? Да, Лаппе. Лапа. Лапкин. А если зайдете на сайт, 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 точно так же, на сайте вы найдете там все, и книги все, и фильмы у нас снятые. Вам будет очень интересно. Вы уже искать ничего не будете. Понятно. Спасибо. Храни вас Господь. Вас тоже. До свидания. Всего доброго. Да. На сайте принесли Слово Божие православные проповедники сказать о великой радости, что в мире родился Спаситель Иисус Христос и умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Стоит только прийти к Нему в молитве, покаяться, и Господь дарует прощение грехов. Пойти в храм у священника исповедоваться. Храм в церкви? Да, конечно. Если у вас есть вопросы о душе, о вечности, о будущих судьбах мира, можете задавать. Вот, приду я в церкви. Открой дверь и зайду туда. А что дальше делать? Это ни разу не было, ничего не знаю. Знаете, для этого что нужно? Запишите два слова. Я вам дам ключ к нашим ресурсам и скажу, что делать. Запишите, Игнатий Лапкин, два слова. Игнатий Лапкин? Да, запишите. Или зайду я в церковь, только открою дверь, зайду. Да можете пока не ходить. Вы сначала зайдите на наш ресурс. Игнатий Лапкин, запишите. Игнатий Лапкин? У вас нечем записать. Игнатий Лапкин, не ходить в церковь? Вы по скайпу зайдете, меня найдете. Я дам данные на наши ресурсы. Что мы делаем, как строим православную деревню. Вам будет очень интересно. Запишите два слова. Я в скайпе не сижу. Ну, в ютубе бываете? Бываю. Вот, вы там найдете наш канал. Игнатий Лапкин, во свете Библии. Это не просто какой-то канал. Он один такой, 17800 роликов. И что там? Все, что мы делаем. Как ведем занятия, миссионерская поездка. А кто вы? Православные христиане, проповедники. Только не ругайтесь, смотрите. Никак нельзя ругаться. Я не буду ругаться. Хорошо. Так, запишите. А где была вера в Руси? Повторите. Что вера? Вера во что? Православная вера в Руси с какого года началась? Ну, православная вера, открытые храмы. В любой храм пойди, Библию купить можно. Я не спою. На Руси православная вера с какого года началась? Вот, вы как говорите. Что она означает? А то, что правильно славит Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ну, что она означает, я говорю, с какого года началась эта вера? Кто её принял? Что она даёт, вера? Нет. А что, повтори? С какого года на Руси? Ну, на Руси. При князе Владимире в 989 году? А, загуглили. Так, знаете что, мы давайте расстанемся, вы не трезвые. Нет, ничего у вас так не болит? Нет. Ну, что-то такой голос и ресницы такие. Ну, я болею просто. Просто болею. Я сегодня тоже осопатил ночью. Человек должен понимать, что он смертный. А что за смертью будет? Вот главный вопрос. Если человек живёт не по-божески, не примирился с Богом, не родился свыше, его ждёт только ад вечный, мучение с сатаною. А верующим обещано Царство Небесное. Я священную, я просто в этой церкви живу. Ну, в церковь когда были последний раз? Сегодня утром. А Библию считаете, Евангелие? Иногда. А почему иногда, когда Библия говорит ежедневно, говорит, да не отходит книга сиату своих, но поучаясь день и ночь, дабы в точности исполнить написанное в ней. Иисуса на вина 1.8. На вина 1.8. Они будут в аду. А мы пришли с великой радостью, что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Чтоб жили по-божески. Иисус жив, да? Ну, давай. Вы же знаете, только не уходите. Слушай внимательно. У вас как написано, что мы, христиане, люди Писания? Так или нет? Не знаю. Как не знаю? Как не знаешь? Так, так, так. Как это? Мы, христиане, по вашей книге называемся люди Писания. Как это по нашей книге написано? Написано люди Писания. Еще раз говорю. Вы считаете Иисуса Богом, считаете? Нет, давайте не отсюда. Вот 5-й сура, 5-й, 117-й аят, прямо написано, нас называют «Люди Писания». Может быть, может быть. Оно ссылается и говорит, у нас есть инжил, инжил, это Евангелие. Да, да, да. Я вашу книгу не критикую ничего, написано, что мы люди Писания. Какое Писание? У меня же не труды Ленина были. Потому что вы явились на 600 лет позже, и поэтому ссылаетесь на то, что известно. А известно, что у нас Библия. Я поэтому по Библии рассуждаю. Не, вы правильно рассуждаете ваши веры, а так мы рассуждаем по нашей вере. А так по вере, людей рассуждать нельзя. Но если вы верите вашему Библии, а так Библия, как сказать вам, Библия, обновили же Библию вашу. Одна Библия? Одна, написанная. Обновили, обновили. Никто ее не обновили. Вы не знаете, как она писалась. А вы, да, а вы староведы, да? И вы родились в староведческой семье, но теперь мы официальная церковь, которая открыта. Мы ходим... А кого Богом считаете вы? Что делаете? А кого кого считаете? Бог, Бог, Иисуса? Как написано, я так и считаю. Мы люди... А как... Не-не-не, ну я с вами не спорю, просто общаемся, да? А Бог, это Иисус Бог? Так написано. Не-не-не, ну как это Иисус, это порог? Я отвечаю, я отвечаю. Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Как написано, я человек Писания, так и считаю. Не-не, у Бога, это что значит? Бог написано, я так и признаю. Старый, я вам одну скажу, да, выслушайте. В нашей книге, которая у вас называется «Ильжил», так и написано. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Иисус говорит, я и Отец одно. Старый, старый, я вам одну скажу, да, вот кто живет на этом жизни? Он нуждается кушать, он нуждается пить, он болеет. Он не болеет, не нуждается. Как он может быть Богом? Он Бога-человек, вы не знаете. Вы спросите меня по-христианству. Бог от ничего не нуждается. Кто от чего-то нуждается? Не нуждается, правильно, правильно. Он нуждается только в одном, чтобы мы покаялись, чтобы жили по-божески. Да, 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 да. Иисус, это, по-моему, Иисус, по-моему, Иисус. Мы христиане, люди Писания называемся, повторяю. И называемся, что у нас книга «Ильжил». И тут написано, Иисус был распятый и воскрес. Все четыре Евангелия так говорят. Зачем это отрицать? Иисус в конце света появится и будет намаз читать. Знаете, вот у вас говорите, если вы знаете, только не уходите сразу, не выключайте. Вот сейчас на меня, сейчас уходят мусульмане. А у мусульман всегда было почтение к старшим. Ну, а ей видно лет 17-20. Они только меня увидели и матом меня на требуху посылают. Уважение к аксакалам? Это сплошь и рядом. Я говорю, у вас всегда посчитали старших. Посчитали аксакалов. Вот мы же слушаем вас, понимаете. Знаете, я говорю, у вас самое ценное, знаете, что в мусульманстве? Не знают. Я говорю, намаз. Пятикратный намаз. Но у нас семикратный. И после каждой молитвы 100 поклонов делаем. Да еще и утром, и вечером. У вас пить можно? В рот не берем капли никакой. Никакого мяса не едим. Я видел русский, он молился, потом выпил, говорит там на миске. В рот не берем. Вы зайдите на мой YouTube, посмотрите, кто мы такие. У нас женщина одевается в два платка, как хижаби. Платье до полу. И малые дети, как одеты. Сайдов вам здоровья, дед. Нам очень приятно с вами общаться. Вот. Если вы зайдете, Игнатий Лапкин, я в городе Барнауле живу. Вы зайдите на наш YouTube, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы увидите, мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас этого нету. У нас все с бородами. До одного все. Молите за нас. Мы молимся, каждый день молимся, чтобы Бог открыл истину всем. Неверующим мусульманам, православным. Мы вот ездили поездка. У меня 38 книг вышло из печати моих. Мы проехали из Барнаула до Владивостока и до Лиссабона. При Балтике, Скандинаве. В шести мусульманских республиках были в Турции. Я везде дарил книги свои, 38 томов. И нас, мусульмане, нигде не обидели. Мы жили в доме муллы, ночевали в Баку. Они очень грамотные. Мула на шести языках разговаривают. Мула на шести языках. А жена на четырех. Я у себя таких не встречал никого. Вот какое дело-то. И мы беседовали у них дома. Потом ходили в мечеть, молились. И пошли в православный храм. У нас в Барнауле межрелигиозное отношение очень хорошее. Мы живем как одна семья все. Тут большая мечеть здесь есть. С Богом. С Богом, с Богом, благо вашему дому. Храни Господь.